Сегодня Настенька уезжает домой. У меня сегодня будет финальное погружение с аквалангом. Это мой инструктор, его зовут Диго. Короче, тут движуха, тут жизнь кипит. Ну что, ребят, сегодня мы прощаемся с нашими друзьями, с Артёмом. Мы так прощаемся, каждый сидит в телефоне, попивает мохито. Девочки тут сидят, тоже телефонов. Я не втеку. В общем, сегодня Настенька уезжает домой. А я не хочу. Настя не хочет уезжать, потому что Насте там идет что? Школа. Настя не хочет в школу, Настя хочет в море. Все, прощались. Мы приедем в Москву, Настя придет нам в гости. Вот это поворот. Это мальчишки. Мор, все, давай пока. А Минька нашла собачку Мокса. Мальчик. Мальчик? Познала сразу пол. Как узнала, что это мальчик? Ну... Это знают даже дети. Не будем вдаваться в подробности. Ну что, хорошенький, домашний и... Опа, поехал. Хороший мальчик. В общем, ребят, куда мы приехали, вы знаете? Мы приехали... Люди Ленис. Это такой городок. Это городок, который находится рядом с нашим отелем. Минут 5 езды от нашего отеля. Такси, да. Короче, тут движуха, тут жизнь кипит. Можно все, что хочешь купить, можно все, что хочешь поесть. Морское, мясное. Тут много ресторанов, да. Тут наши продаются любимые миди. А сейчас какие миди, мы вам покажем. Мы специально сегодня приехали пораньше, чтобы успеть все заснять, пока светло. Вот здесь соки выжимают разные, мороженое. Ресторанчики, вот смотрите. Вот такая вот длинная-длинная улочка, а там вот еще можно по побережью погулять даже. Ну, это улица выходит, да, к морю. Да, там очень уютно и красиво. Почему ты крутишься? На нас должна крутиться. На нас уличные танцы, ребят. Ну, это исключение. У нас новые морные танцы. Ну, что, у нас стандартно. Мы очень любим миди с рисом. И поэтому мы сегодня тоже пришли к нашему трубу и с миди. Ну, что, вкусно? Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. А тебе как? Вкусно? Рис острый. Острый, да, согласна, острый. Нам принесли вкусняшки. Посмотрите, какая здесь вкуснота. Очень аппетитно выглядит. Это курочка. Снизу картошка. Здесь овощи. Здесь у папы морепродукты. В томатном соусе очень вкусные должны быть пюрешка. У аминки рыбные палочки, у камиля сырные палочки. В общем, всем приятного аппетита. Ну, что, друзья, всем доброе утро, всем привет. Как ваши дела? Как настроение? Обязательно напишите в комментариях, я почитаю. У меня все супер. Почему я один? Да, потому что Камиль, Аминка и Фая, они спят. Я проснулся сегодня очень рано. С целью, что у меня сегодня будет финальное погружение с аквалангом. Для тех, кто еще не знает, я решил обучиться дайвингу в Турции. Во время того, пока мы все отдыхаем, воспользоваться, так сказать, моментом. Потому что я уже давно хотел это сделать в Москве, но у меня никак не получалось, не хватало времени. Возможно, даже как-то и желания. Ну, а здесь вот так вот подвернулась ситуация, и я решил этим заняться. Так, ну что, вот что я взял себе на завтрак. Это блинчики со сгущенкой и с фруктами. Перед погружением обязательно надо сдать теорию и сдать небольшой экзамен устный. Это можно сделать на сайте paddy.com. Вот, смотрите, вот так вот выглядит этот сайт. И тут вот все вопросы. Вот, допустим, авиаперелеты после занятия дайвингом и погружения на высоте над уровнем моря. Вот, необходимая вся теория. И в конце каждой теории тебя ждет вот такие вот вопросы. Тесты, тесты, надо будет на них правильно ответить. Инструктор дайвинг-центра, который проводит с тобой обучение, он также видит у себя на компьютере, на какие вопросы ты ответил, на какие ты не смог ответить, где твои ошибки. Он также все контролирует и дополнительно тебя обучает во время погружения, объясняет твои ошибки. Ну что, ребята, пока я шел к месту назначения, я немножко спарился, решил посидеть вот в таком вот шатре, в тенечке отдохнуть от солнца. И хочу вам сказать, что заниматься дайвингом – это невероятно крутое удовольствие. Подводный мир, он настолько крут, он настолько красив, там столько всего необычного, то, что никогда не увидишь на земле. Но не стоит забывать, что в каждом виде спорта, даже в дайвинге, необходимо соблюдать правила техники безопасности. Всегда. Я для себя учел несколько правил – это всегда контролировать запас воздуха, всегда дышать глубоко, медленно и никогда не паниковать. Это самое главное. Но еще самое главное, чтобы у вас был крутой инструктор. Сейчас я покажу своего инструктора, познакомлю вас с ним. Он очень веселый, прикольный чувак. Ну что, ребят, я подхожу уже на место. Вот дайв-центр, где я занимаюсь. Это мой инструктор, его зовут Диго. Он очень крутой чувак. Он плохо говорит по-русски, но очень хорошо говорит по-английски и по-турецки, потому что он турец. Совпадение? Не думаю. Эти ребята все его помощники. Ну а вот снаряжение, с помощью которого сегодня я буду погружаться. И начнем мы погружение вот отсюда и вот туда, 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 все глубже и глубже. Вот дайв-клуб, где я занимаюсь. Он находится прямо у нас в отеле. Это очень крутая опция, это очень удобно, что тебе не надо никуда ехать. Ты отдыхаешь в отеле и плюс еще занимаешься дайвингом. Нам выдали гидрокостюм, потому что вчера, когда мы погружались, было прохладненько. А важно, чтобы под водой при погружении была комфортная температура. Не было ни холодно и ни жарко. Вот поэтому он нас, я думаю, сегодня спасет от холода. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, одно погружение есть. Осталось еще одно, там 18 метров и все. И я обладатель сертификата дайвера. Это очень круто. Так, сейчас я пойду к ребятам, они уже на пляже где-то. Найду их, немножко поплаваю с Камильчиком, с Аминкой. Вот, ну а потом пойдем на обед. И после обеда у меня будет еще одно погружение. Привет, Камильчик. Привет. Как дела? Хорошо. Что делаешь? С тобой разговариваю. Круто. Море классное, да? Темное? Вон, Аминка уже в воде. Аминка, привет. Вау. Ого. Ничего себе волны. Ого, вот еще волны. Я привыкла. Она говорит, я уже привыкла. Если не слышно, я буду ее переводчиком. Я буду ее секретарем. Ладно, ну что, я тоже иду вместе с вами. В отеле есть очень хороший футбольный стадион. Здесь можно поиграть как в футбол, так и в баскетбол. Камильчик нашел мячик. Давай, покажи, на что ты способен. Рональда Криштиана. И не Криштиана тоже. Оп, 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 оп. И оп. Оп, оп, оп. Оп, оп. Оп, оп. Оп, оп. 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 Субтитры подогнал «Симон»